всем привет вы на канале богини рукоделия с вами милочка и я хочу вам показать вот этот прекрасный набор слон от аннаяки разработчик схемы аннаяки вот такой прекрасный слон это бесплатная схема так размер 280 на 360 крестиков 155 оттенков dms 18 чистых и 137 смешанных состав набора аида цвайгер 20 каунт нитки ама и набор игл дмс мне этот набор аня прислала я конечно была удивлена что он такой большой много цветов да и что он вот так красиво упакован конечно я здесь все уже распаковала смотрите какая красивая бумага прям вот меня это очень радует это все было завязано прям знаете такое волшебство я никогда в жизни не раскрывала наборы многоцветок и я была приятно удивлена и вообще найти так даже не то что приятно вообще было восторг вот смотрите так раскрываешь красиво эту бумагу и вот здесь конечно же у меня все переложено вот смотрите здесь такие красивые нитки яркие их много они все на вот таких вот ламинированных планшетках вообще это тоже очень очень радует вообще классно и смотрите здесь на этой планшетке вот этот слон вообще класс аня ну прям на высшем уровне я не знаю вот понимаете это не просто бумага нарезана это ламинированные планшетки с сюжетом вот этого слона ну правда ведь уровень классно смотрите как красиво сложены ниточки все ровненько канва вот свайгер аида 20 уже разлинованная классно такая жесткая ой давайте я сделаю вот так хочу вот так вот сделать вот смотрите как классно сколько здесь не так обалдеть классно так не буду дальше их потрошить для того чтобы мне не пришлось потом их разбирать не знать куда положить так и здесь также есть ниточки которых наверное много так и еще меня здесь ждал подарочек один набор игл входит набор отлично это очень хорошо и меня здесь ждал такой подарок это ножницы у меня такие были дома и я когда увидела прям обрадовалась знаете такая ностальгия вот кажется что-то твое появилась возле тебя рядом такие ножнички классно анечка спасибо тебе огромное еще здесь есть нить и вдеватель тоже спасибо и вы знаете я посмотрела на эти нитки ама сейчас я покажу поподробней как я на них посмотрела так если вы смотрите мой канал давно то вы знаете я об этом говорила не один раз что у меня аллергия на синтетические нитки но когда я долго вышиваю ими у меня начинается аллергия и я могу на ощупь как бы чувствовать с синтетикой или нет и я вот так вот делаю просто вот руками да прошу прощения за отсутствие маникюра но как есть вот так вот когда трогаю у меня ничего не цепляется это обозначает то что нитки не синтетика ама как вот няня говорила что они хлопковые они аналог перри я так поняла да возможно чуть-чуть ошибаюсь но посмотрим как они будут в работе так на первый взгляд мне кажется что они такие толстенькие ниточки не тонкие но 20 каунт мне кажется здесь любые нитки будут плотно смотреться и вот я мечтала вышить такого слона красивого я все хотела начать я даже дома собрала уже практически все нитки мне нужно было там 10 или 20 цветов до заказать и я планировала в этом году его начинать и как говорится не было бы счастье да несчастье помогло вот случилось так что я уехала с дома не взяла ничего с собой у меня был только один набор груши и я написала анечке в личное сообщение что вот такая у меня беда случилась а я привыкла вышивать многоцветки и хочется что-то такое посложнее там вышивать и спросила у нее есть ли у нее возможность мне подарить набор но вот аня почитала мое сообщение сразу ответила что да вообще даже без раздумий и я не знаю я благодарна тысячу тысячу раз спасибо я не знаю знаете это очередной раз подтверждается что стучите вам откроют да нужно для того чтобы как сказать да вот ну стучите вам откроет вот пусть будет так потому что я написала спросила и конечно же я сказала что если у нее нет такой возможности то я не обижусь ни в коем случае и вот было удивлен ну как мне приятно мне приятно и я благодарна и спасибо тебе огромное еще раз и тысячу раз спасибо пусть ангелы-хранители тебя оберегают потому что ты сделала на самом деле очень доброе дело для меня это прям радость радостная так вот я буду начинать этот набор не буду откладывать надолго буду начинать его вышивать как я планирую вышивать я планировала его когда думала себе да когда я буду начинать вышивать снизу вот думала с травки начну с это и пойду вверх но сейчас я подумала что я не хочу вышивать эти островку скучно я хочу сразу вышивать этого слона так как жизнь меня научила что всякое случается и поэтому нужно делать то что хочется сейчас и поэтому я буду начинать в центре я возьму этот отрез канвы просто отмечу центр запяли вот в эти вот пяльца так гене вот в эти пяльца который мне дала света и буду вышивать на станке который называется напольный станок это посмотрю на него написано что это за станок или нет так ну короче напольный станок я потом когда запяли это все покажу как это выглядит и буду вышивать на этом напольном станке в пяльцах потому что на раме у меня есть уже начат будь здоров у меня начат вот мой процесс один надеюсь я что я уже показала вам старт а если не показала ну покажу и как я планирую вообще вышивать у меня есть вот такая распечатка мне аня прислала вот здесь здесь получается в чем вопрос много блендов было бы здесь были бы солиды ну большинство я бы просто брала бы ниточку вышивала потом сюда бы опять бы навешивала то есть вышивала бы одной иглой но так как здесь много блендов и это много цветка и здесь одной иглой не обойдешься вот мне нужно еще найти место где заказать еще иглы так как мне сделать эти органайзеры здесь три листа получается вот три листа я думаю сделать узнаете как на какие-то мочалки либо на что-то такое мягенькое вот в какой-то поролон вставлять вот так вот крепить но не знаю я так не делала и как-то для меня это непривычно это нужно мне три коробки я вообще честно даже вот смотрю и не знаю я такое чувство что забыла как организовывается вообще многоцветка как вообще ее вышивать и такое найти ощущение что это первый раз а да действительно это вообще моя первая многоцветка войну потому что я много раз говорила что я веду отчет вот с 24 февраля и я не оглядываясь на то что было у меня и не буду не хочу этого делать буду не буду не знаю не хочу и поэтому вот как есть как я выйду с этого положения как я организую я покажу вам уже наверное в следующем кадре а сейчас буду что-то думать что-то делать не знаю даже как но хочется ручки чешутся сделаю вам небольшое включение вот я по вышивала этот процесс вот этого слоника так от анной яйки вот смотрите совсем немножко по вышивала потом отложила этот процесс вышивала другой и сейчас хочу приступить опять к данному процессу ну конечно это многоцветка вот настоящая многоцветка здесь много блендов и очень интересно вышивать вот если так присмотреться давайте попробую как-то так приблизить крестики видите сколько здесь блендов и они все вроде бы похожи но они разные короче получается интересно так знаете интересно вышивать очень интересно и я хочу сейчас хоть как-то здесь вышить хотя бы тысячу крестиков возможно две тысячи крестиков и тогда буду уже выпускать это видео но посмотрю меня затягивает этот процесс я вот просто тогда оторвалась когда начала вышивать оторвалась просто потому что захотела начать новый процесс чтобы уже выпустить это видео и следующее короче да многопроцессница говорит о себе знать у меня в душе вот так что да буду начинать то есть буду продолжать и конечно же вам покажу вот у меня крайнее включение по этому процессу вот вышиваю такого красивого слоника сейчас покажу вам как я организовала этот процесс вот смотрите у меня такая многоигольность это наши с вами знакомые губки для мытья посуды просто я в коробочку вот их вставила и здесь втыкаю иголочки смотрите вот здесь мне ниточка видите просто без иглы просто вот так вот прицеплена это когда у меня еще губки то были но когда я еще не сделала а мне хотелось вышивать я просто вот ниточку вот парковала вот таким вот способом без иголки но уж теперь у меня есть и губки есть на это все дело иголки сейчас я вам покажу вот они это мы со света их вместе заказывали конечно я не знаю где покупать вообще в германии как покупать и так дальше поэтому не приходится просить свету вот смотрите какие иглы 26 размер очень хорошие мне они очень нравятся они не острые и не тупые узнаете вот какая-то серединка сейчас я попробую открыть покажу вам вот они какие так вот ну хорошенький мне не нравится классная и в принципе вот я вышиваю на двадцатом каунте они очень хорошо себя ведут напомню вам что здесь у меня ниточки ама что могу вам сказать какой мой отзыв очень очень хороший очень положительный мнение эти нитки очень нравятся я покажу вам сейчас эту свою косу вот смотрите какая коса коса из ниток мне она очень нравится эта коса и нитки тоже очень нравятся они не тонкие они не толстые мне кажется что они имеют такую же толщину как дмс возможно чуть чуть толще хотя не знаю по моим ощущениям знаете как вот если брать ощущение ниток то такое чувство что это вообще дмс не знаю как по палитре как по оттенкам но по ощущениям да вы знаете кто смотрит мой канал что я вышивала раньше только дмс и мои пальцы мои руки но чувствует синтетику чувствует сразу то вот эти ама нитки это хлопок и в принципе скажу вам что если вы сомневались покупать дмс либо ама я вам рекомендую покупать ама потому что ну может быть они знаете вот как-то да может быть они чуть чуть суше чем дмс ну как-то может быть не это кажется но в целом мне не очень нравятся и так давайте же продолжим дальше это слон схема аннаяки вот художник джереми пау и размер схемы 280 на 360 крестиков спасибо огромное анечка тебе за этот набор давайте я вам уже покажу что же здесь на вышивала так оп а здесь у меня вот смотрите что и на вышивала начала я вышивать с центра я в прошлом включении вам показывала и смотрите какая красота конечно многоцветка как говорится она и в африке многоцветка и здесь не поспоришь мне очень нравится вышивать ощущение шикарное шикарное ощущение от канвы и от ниток от самой схемы и им вы знаете для меня здесь и все новое новый дизайнер скажем так я не я не вышивала а не на схемы аннаяки я не вышивала нитками ама и я не не вышивала вот такой вот техникой смотрите я просто взяла от центра я взяла один крестик и пошла вышивать потом опять стала брать крестик и вышивать и вот я беру вот смотрите здесь не за следующий цвет я буду вышивать вот возьму незаполненный до вот крестик если это будет одиночкой просто одиночку лучше все пойду дальше заполнять вот крестики и смотрите как она друг на друга все накладывается какой хобот вообще не такое чувство что он как настоящий мне очень нравится и я как-то в одном видео рассказывала вам что я каждый день когда вышиваю там сбрасываю фотографии мужу и вот я когда сбрасываю этого слона мужа да классно прям вот видно что хобот слона он прям оценил вообще говорит ну круто круто крутая проработка знаете для меня это многого стоит потому что ну мы вышивальщицы можем да там посмотреть о там бленды там еще какие-то цвета переходы да мы как-то больше в этом разбираемся но когда посторонний человек который ну совсем вышивки ничего не соображает да просто он визуально смотрит вот ему нравится для меня это очень ценно и и это видео я буду заканчивать анечка спасибо тебе огромное еще раз за этот набор за эти эмоции за вообще за то что ты есть спасибо если вы как-то думали вышивать этого слона или нет потому что эта схема бесплатная была скорее всего на сейчас бесплатно и да то рекомендую и у а не вы можете заказать набор и вам не нужно будет там переживать хватит не так или нет вот они вам соберет можно ниточки ама и в принципе я неплохо будет смотреть смотрите какой-нибудь классный вот на картинке все-таки не тогда вот вышитая лучше ладно все спасибо всем за внимание встретимся с вами следующих видео до новых встреч пока а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok